В зале почти домашняя обстановка. Для многих участников этот «Рыбий глаз» не первый и даже не второй. Режиссеры знают друг друга, и жюри знают их. Но градус напряжения пусть скрыто, но присутствует. Все же это творческий конкурс, где будут победители и проигравшие. Всего на «Рыбий глаз» 2012 было заявлено более 180 кинолент в семи номинациях. «Природа», «Синяя», «Моя анимация», «Путешествие», «Мой город», «Моя семья» и «Родное Прибайкалье». Последняя была специально создана к 75-летию Иркутской области. Работу оценивали специалисты киноиндустрии, режиссеры, операторы, журналисты. Во главе с автором проекта сам себе режиссер Алексеем Лысенковым. Главные критерии – фильм должен содержать творческую идею и быть интересен широкой публике. Были работы, которые удивили не только нас, но и тех людей, которые пришли сюда сегодня, посмотрели буквально отрывки 15-20 секундные и уже поняли, что уровень стал выше. Стала и драматургия, она больше. И, конечно, выбирать победителей становится все сложнее и сложнее. По общему наблюдению, авторы не только существенно подняли творческую планку, но и продвинулись в техническом отношении. Например, стараются применять современные визуальные эффекты. Ролик «Мечта» у солчанина Михаила Базарова создан в формате 3D. Фильм получил около 10 наград на кинофестивалях в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге и в других городах. И на этот раз кинолента о том, что мечты становятся реальностью, когда мысль превращается в действие, получила главный приз – гран-при национального этапа международного фестиваля «Рыбий глаз». Я очень рад этому. Буду дальше двигаться в этом же направлении, развиваться, может, сделаю что-то новое. Награждение победителя международного этапа фестиваля «Рыбий глаз-2012» состоится в Японии 17 сентября. Туяна Немаева, Кирилл Димов. Новости сейчас.